Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас дуэт... Громко будет, наверное, сказано. Давайте представим Золотарева. Родион у нас за пультом, сейчас выпускающий. Сегодня поговорим действительно о очень важных проблемах. Давайте я вас представлю. Сегодня у нас доктор, психотерапевт и психолог Ариэль Резник-Мартов. Психиатр. Психиатр. Я этот момент долго выяснял. Хорошо, спасибо. И сегодня важная тема. Я так понимаю, что сегодня мы поговорим о синдроме самозванца. Что это такое? И как-то можно было бы обозначить? Я думаю, что на самом деле, при всей громкости названия, это состояние знакомо многим людям, которые занимаются какой-то интересной работой, у них какие-то интересные результаты, трудно-творческие или ответственные, неважно. Человек не ощущает себя таким, который заслуживает успеха. Человек, который всё время сомневается в себе. Это слово «самозванец». Есть несколько проявлений этого синдрома. Ну, например, когда человек всё время чувствует, что он притворщик, что он на самом деле ничего из себя не представляет. Что то, что он заслужен, известен, ну, если это результат, какая-то чудовищная ошибка, и скоро его разоблачат коллеги или клиенты, и вытащены всё, в общем, позор и посмеяние, и всё станет ясно, что он на самом деле никто и ничто. А нельзя ли это было бы назвать просто критическим подходом к самому себе? Потому что так или иначе мы критически наверняка, ну, разумный человек пытается оценивать себя критически, и ему где-то, может быть, ему кажется, что он-то что-то не дотягивает, что это результат каких-то событий с ним не связанных. Когда кажется, что не дотягивает и критическое отношение к совершенно нормальной истории. Но человек, который, я не люблю этот модный термин «обесценивание», человек постоянно обесценивает себя, которому кажется, что все его заслуги надуманные или случайные, и когда человек, в общем-то, в итоге не испытывает удовлетворения от своих вполне себе весомых трудов, заслуг и так далее. Это достаточно грустное состояние, потому что на самом деле предпринимаются любые усилия, хоть любые поводы, чтобы обесценить свои достижения. Один вариант – это когда коллеги считают притворщиком. Второй вариант – это когда человек считает, что все его достижения случайны, то есть это повезло, удача, так совпало. И третий вариант – когда человек, если не может найти придирающихся коллег или объяснить, то удача считают, что задача была слишком лёгкой, и любой справился бы не хуже, и, в общем-то, заслуги моей в этом никакой нет. Это достаточно старая история, этот эффект был описан аж в 1978 году двумя американскими психологами, женщинами, которые написали статью о женщинах с высоким уровнем достижений, которые при этом совершенствованием не гордятся, которые считают всё то, что я перечислил, не считая ли себя заслуживающими уважения, высоких оценок. Это было настолько распространено, что психологи написали целую работу и создали тот самый термин – феномен самозванца. Позже выяснилось, что не только женщины этим страдают, что это вполне свойственно и мужчинам. Где-то даже была цитата известного неудачника Эйнштейна, который за месяц до смерти сказал, что это количество внимания ко мне, я себя невольно чувствую мошенником. Эйнштейн был просто очень скромный человек по натуре. Ну, очевидно. Поэтому синдром самозванца, я думаю, что он распространён. Но вот если мы говорим, как Вы сказали, о критичности мышления, наверное, небольшая доля синдрома самозванца не повредит никому. Некая доля сомнения в себе, нежелания восходить на пьедестал и ставить на пьедестал, наверное, в этом есть что-то полезное. Без сомнения. Я думаю, что каждый человек так или иначе критически должен к себе относиться. И это даёт как раз-таки ему сил для того, чтобы как-то двигаться вперёд, я так думаю. Надо работать над собой, над собственным эгоизмом, в конце концов. А у меня в связи с этим тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста. А вот очень расхожее сейчас распространённое, я даже сказал до нельзя, такое изречение, что нужно себя любить. Нужно обязательно себя любить. Если ты не сможешь любить себя, значит, ты не сможешь полюбить и окружающих, не сможешь полюбить близкого. И в первую очередь нужно любить себя. Как-то это связано с синдромом самозванца? Или, может быть, это как раз в альтернативу этому пониманию? Для меня выражение «любить себя», во-первых, несколько пафосно, а во-вторых, довольно-таки затасканно. Да. И тем не менее. Я думаю, что к себе стоит относиться с интересом. По идее человек должен сам себе интересен. Человек должен в себя вслушиваться, вдумываться, присматриваться и пытаться себя понять, чем глубже, тем лучше. Во-вторых, я думаю, человек должен к себе относиться с определённым уважением. Опять, не к каменете, не к бронзовете на пьедестале, а относиться к себе с уважением. То есть с уважением к своим чувствам, к своим потребностям. Это не значит, что они заглушают всё остальное. Но вот когда у человека к себе не хватает уважения, когда человек к себе относится с неким пренебрежением, то, наверное, да, вот тут и возникает синдром самозванца. Я думаю, что синдром самозванца – это такой интерес к себе, но очень недоброжелательный. Ну, можете представить себе, как мы в кого-то всматриваемся с доброжелательным интересом, стремясь понять, что это за человек, какой он, чем он дышит, о чём он вообще. Или когда мы всматриваемся с недоброжелательным интересом, ну, не знаю, мы их, наверное, были в школе придирчивые, недружелюбные учителя, которые искали как бы уличить тебя в чём-нибудь, и они остаются в памяти без всяких тёплых ассоциаций. Вот человек, который себя ощущает самозванцем, сам в себя всматривается с подозрением. Это интерес не то, чтобы открыть в себе что-то, а это интерес в том, чтобы уличить себя в чём-то. Интерес, чтобы найти свои сильные черты и немедленно поставить их под сомнение. Причём под сомнение не настолько, чтобы доказать себя, настолько, наоборот, чтобы опровергнуть свои достижения. Я думаю, что на самом деле это достаточно мучительное состояние, когда ты никогда недоволен. Есть, конечно, некоторый неудовлетворённый свой к тебе подхлёстывает, но постоянное недовольство собой, постоянное ощущение, что ты, как нынче модно говорить, фейк, это, я думаю, очень травматичное переживание. Я думаю, что с этим очень тяжело жить. Интересно, что синдром самозванца бывает результатом неких вполне вроде бы добрых намерений. Например, как мы знаем, в Соединённых Штатах и многих других странах существует такое явление, как позитивная дискриминация. Это значит, когда каким-то группам, расовым или ещё каким-то группам, которые в своём подвергались дискриминации обычной, теперь надо бы создать какие-то условия, чтобы дать им шанс отыграться. Ну, например, для чернокожих, национальных меньшинств, допустим, позитивный дискриминация даёт им больше шансов при поступлении в университет и в некоторых местах при приёме на работу и так далее. И вроде бы благое намерение, но, как было обнаружено, некоторые из людей, куда-то попавших и добившихся чего-то старту, если позитивной дискриминации, начинали сомневаться в себе. А моё ли это достижение? А сам ли я действительно чего-то стою? Или это просто мой цвет кожи и страдающие предки? И это тоже вроде вот, когда хорошее намерение приводит к печальным последствиям. Кстати, насколько я знаю, в Великобритании позитивной дискриминации отсутствует, считается, что это в любом случае является дискриминацией кого-то другого. Вот. Я думаю, что есть ещё множество ситуаций, когда этот синдром самозванца проявляется. мы часто сдаёмся вопросом, откуда это вообще берётся. Вот как раз. Ну, понятно, я не открою Америку, если скажу, что синдром самозванца – это вопрос самооценки человека. И явно это низкая самооценка. Явно это низкая самооценка, причём она какая-то особо заниженная. Потому что человек с низкой самооценкой просто не верит в себя, он может не отстаивать свои интересы, он может попадать в какие-то проигрышные ситуации, осознанно или бессознательно. А когда низкая самооценка такова, что человек как будто уничтожает в собственных глазах свои заслуги, как будто ликвидирует их, то есть, в общем-то, он зачастую не только сам перестаёт верить в себя, он призывает, в общем-то, и окружающих всяческими способами для этого понять, что я не стою того. Это вещи, которые встречаются в ситуациях, в семьях, множество источников. Ну, например, ситуация, в которой есть два ребёнка, одного из которых постоянно хвалят, а второй постоянно как бы он ни старался, будет или закритикован, или ничем не отмечен. Или ситуации, где ребёнок, когда он чего-то добивается, его не хвалят, ему говорят, что это само собой, ты обязан, ты должен так себя вести, иначе зачем вообще, но любые неудачи обязательно будут отмечены, раздуты, человек будет раскритикован, наказан и так далее. Ну, надо сказать, что все наши проблемы наверняка из детства как раз таки растут, все наши психологические проблемы, так оно действительно и есть. Скажите, а что делать современному человеку с этим синдромом, как-то его попытаться может быть использовать во благо или как-то с ним бороться? К этому мы ещё придём. У нас ещё есть некоторые части. Что с этим делать, мы подумаем чуть позже. Третья ситуация, это когда может выработаться синдром самозванца, это когда родители слепо следуют модной теории, что ребёнка надо всегда хвалить. Всегда и за всё хвалить. Чтобы он не сделал, нарисовал какую-нибудь заколяку или что-то, и он себя должен быть похвален. Чего они в итоге добиваются? Добиваются того, что похвала девальвируются. То есть в какой-то момент ребёнок перестаёт отличать свои достижения от недостижений, хвалит всё время. То есть похвала теряет всяческую ценность. И в итоге, когда рано или поздно ребёнок это осознаёт, а он это осознаёт, если даже не дома, то когда он попадает в социум, неважно, это школа или уже институт, или работа, понимает, что его, конечно, хвалили, но на фоне окружающих он в общем-то не такая уж выдающаяся величина. Он не является чем-то эталонным, чем-то по определению, по умолчанию превосходным. И тогда возникает всё та же ситуация, когда я даже сам себя похвалить не решаюсь. Вдруг это опять фейк, вдруг это опять что-то раздутое и преувеличенное. Поэтому, как мы можем видеть, самые разнообразные ситуации приводят к одному и тому же результату. Что ещё характерно для синдрома самозванца? Это, конечно же, постоянная тревога. Это постоянная тревога. Это очевидно изначально достаточно тревожные люди, тревожность такая черта, за что бы мы не схватились, мы почти всегда найдём тревожность, лежащую где-то в основе очень многих проблем. Ну, и мы можем себе представить, когда человек занимается, неважно каким видом деятель, наука, искусство, бизнес, что угодно, но при этом он постоянно ощущает себя недостаточно качественным. Соответственно, любая задача, любой вызов будет сопровождаться тревогой. Это очередное испытание, которое я рискую провалить, где меня опять могут разоблачить, или где что бы я ни сделал, я опять буду недоволен собой и разочарован собой. И, как мы понимаем, жизнь с такой позиции эту тревогу постоянно приумножает, а приумноженная тревога это еще больше оснований сомневаться в себе, еще больше оснований терзать себя неуверенностью. Вырабатывается комплекс, я бы даже сказал, не синдром какой-то, а комплекс. Человек очень сложный в такой ситуации жить, творить. Это комплекс, это рефлекс, назовите это как угодно. Назовите это как угодно. Но, да, наверное, я думаю, что в итоге, конечно, синдром самозванца не то, что очень препятствует, мешает творить. То есть, творить можно, но люди не получают этого удовольствия. То есть, не испытывать удовлетворения, наверное, это все, ну, никогда ничего не бывает сто процентов. Наверное, человек способен на какой-то момент, испытав этот импульс, приступ неуверенности в себе, обесценивание себя, человек способен все-таки разъяснить себе рационально, что нет, ну, посмотри, это же здорово, у меня получилось, это сработало, есть результаты. Но это, к сожалению, совершенно не является это вот накопление опыта, позитивного, не дает никакой гарантии, что человек в следующий раз, берясь за новую задачу или получив какой-нибудь новый результат, не испытывает приступы того же самого самоуничижения, презрения к себе, страха разоблачения конфликта. Это постоянно самовозобновляющая история. И вот этим этот синдром довольно-таки опасен. Ну, если с телефона звоночек, давайте послушаем наши радиослушатели, пытаются присоединиться к нашей беседе. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А вот исторические самозванцы, якобы выжившие царевича Дмитрия, потом княжна Анастасия, ну, их довольно много, наверное, было в разных странах. А они как? Куда относятся? Спасибо. Исторические самозванцы, но мне трудно проникнуть в сознание, они даже мемуаров в основном не оставили, никаких. Я думаю, что здесь есть принципиальная разница. Исторический самозванец осознанно становится самозванцем. Он не подозревает себя, он знает, что он самозванец. И Лжедмитрий, и Емельян Пугачёв, который называл себя Петром Третьим и так далее, они все знали, что они самозванцы, и у их самозванства была определённая корыстная цель. И, наверное, эти в нем отличаются. Хотя есть интересный сюжет и в литературе. Был такой фильм «Генерал Делла Равера», был фильм «Кагимуси, двойник Акиры Курасавы», где тоже есть самозванец, но он специально подобран, чтобы выполнять роль кого-то, роль намного выше, социально выше себя. Вот фильм «Кагимуси, двойник» в этом плане очень характерен, когда бродягу делают двойником знатного самурая, полководца, чтобы тот мог его заменять в каких-то рискованных ситуациях. Но когда оригинал, так сказать, погибает, то вдруг в этом бродяге от щепенца пробуждается самурайский дух и он со знамением или спиканный перевес кидается в бой и погибает, защищая самурайскую честь, которую никогда не обладал, которая наделила его роль, которую только что самозванец превращается в то, что он должен только имитировать и становиться этим по-настоящему. Мне кажется, это очень интересный сюжет. Да, я думаю, что в жизни таких ситуаций на самом деле гораздо больше. И в литературе, да и в истории примеров наверняка множество принц и не ищи, опять же, если к литературе вращаться. Хорошо, давайте подумаем, я уж, честно говоря, теряюсь, синдром ли этот полезен для нас, потому что в моем понимании критический подход к самому себе и постоянная неудовлетворенность своими действиями, она приводит, в моем понимании, приводит к попытке продвигаться, как раз продвижение и дает человеку некое удовлетворение от происходящего вокруг. Если ты обретаешь новый скилл, новые знания, новые какие-то продвижки, и в результате достигаешь каких-то успехов, и тогда человек наполняется вот этим спокойствием или уверенностью себе, получает удовольствие от жизни настоящей, так мне кажется. Ну, мы уже говорили, некоторая неуверенность в себе, она полезна. Чрезмерная уверенность в себе, наверное, это нечто очень делающе с негибкими, не способны видеть новые горизонты. Кстати, о чрезмерной уверенности в себе. Очень популярная такая теория, так называемый, эффект Даннинга-Крюгера. Его описали тоже сегодня двое ученых. В чем он заключается? Что люди низкой квалификации, низкого уровня знаний совершают грубые ошибки, но при этом абсолютно уверены в себе, что они не способны понять все свои ограничения именно в силу своей низкой квалификации и низкого уровня знаний. некий заколдованный круг. В то же время люди, наделенные высоким интеллектом, с высоким уровнем достижений, зачастую куда менее категоричны в своих высказываниях, зачастую не так уж уверены в своих высказываниях, подвергают сомнению свои идеи, свои мысли и так далее, и так далее. Таким мы получаем странную, печальную и несправедливую картину. То есть люди, которым стоило бы сомневаться в себе, категоричны чрезмерно и множат всякие, как бы это сказать, повежливые недостоверные вещи и ненужную информацию. Люди, которым, казалось бы, и стоило бы быть более уверенными в себе и более категоричными в отстаивании своих знаний и достижений, этого не делают. Хотя, наверное, если задуматься, именно это осознание своего несовершенства даёт этим людям толчок к развитию, даёт этим людям способность достигать, постоянно ставя под сомнение свои взгляды, свои знания, они углубляются во что-то, достигают чего-то нового. Ну, если мы заглянем в популярные нынче битвы в социальных сетях, в тысячах комментариев на самые разные темы и так далее, мы сразу выделим людей категоричных, абсолютно уверенных в себе, зачастую достаточно невежественных, и это видно по уровню их аргументации. Так называется воинствующее невежество, таких огромное количество. Да, которые, тем не менее, без малейшей тени сомнения плодят бесконечное количество постов, где снова и снова отстаивают свои загадочные теории и знания. В то время как люди нескольких иного уровня развития звучат и слышны намного меньше, в силу того, что они больше заняты прислушиванием понимания себя, нежели бесконечной трансляцией своих знаний на весь мир. Я думаю, что этот эффект тоже какая-то очень человеческая история, которая нас заставляет снова и снова в какие-то тупики, чувство несовершенства, потому что зачастую невежество, не очень образованное, но очень горластая часть населения заставляет, звучит куда громче, чем те люди, к которым действительно стоило бы прислушаться. Ну, факт известный, по-моему, из античной философии, чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что мы не знаем ничего, по-моему, Аристотелю, ну, неважно, а в этом плане современный человек, если он интеллигентный человек, если он обладает каким-то количеством информации, обычно человек сомневающийся, он сомневается в своей правоте, ему трудно высказывать свои мысли, наверняка, хорошо это или плохо, и в связи с этим, что происходит в обществе, мы, получается, тогда становимся заложниками тех идей, которые распространяются быстро, которые не требуют особого переосмысления, которые, ну, просто транслируются вот так вот воочию, и всё. Во-первых, мы всегда заложники каких-то идей, так или иначе, даже если мы с ними не согласны, мы становимся их заложниками, потому что они определяют наше бытие. Мы часто живём в обществе, на какой-то момент с его идеей мы перестаём абсолютно быть согласными, но деваться из него как-то очень сложно, потому что, перебравшись в другое общество, есть все шанс, заложить какую-нибудь другую идею, которая тебе тоже будет не по вкусу. сомнения хорошая черта, но опять оно как, не знаю, как перец, как соль в лёде. Нормальная доля сомнения даёт нам возможность развития. Сомнения, которые начинают доминировать, становятся диспропорционально огромным, парализуют нашу деятельность, оно не даёт нам двигаться, не даёт нам развиваться. Да, есть какие-то вещи, которые насчёт высказывания молчания ещё в Дао Дэ Цзин Лао Цзин сказал «Знающий не говорит, говорящий не знает». И это, к сожалению, это уже затасканная цитата за прошедшие века, но она не теряет своей актуальности. Очень много говорящих не знает. Я ведь тоже не могу быть уверенным в 100% в своей правоте. Поэтому люди придумали вот эту аббревиатуру «ИМХО» в интернете «In my humble opinion» по моему скромному мнению. То есть договорка, что это даже, что это не обязательно так, мне так кажется. Кстати, когда мы в психотерапии работаем с пациентом, мы, терапевты, не вещают ему как истину последней инстанции. мы всегда говорим «Мне кажется, я думаю, что это так». Мир дан в ощущениях нам, все то, что происходит с нами, это всего лишь нам кажется. Да, поэтому мы не даем как 10 заповедей на горе «Исинайской». У нас нет заповедей. Можем делиться нашими мнениями, нашими чувствами, понимая то, что они могут во многом субъективны, и в диалогах с нашими пациентами мы, наконец, находим нечто среднее, то, что ложится на душу пациента, то, что он принимает как то, что ему подходит и что-то дает. Давайте напомним номера телефонов нашего прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, напомню, что у нас доктор Нориль Резник-Мартов, и мы сегодня говорим о синдроме самозванца, уверенности в себе или неуверенности в себе. Звоните на номер телефона 6721-2939, второй номер телефона 6721-3939. Задавайте свои вопросы. Кстати, вот активность аудитории у нас возрастает. Здравствуйте. 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 Что делать, если червык не как-то далее со мной боятся своими мнениями? Спасибо. Не очень я не очень понял вас. Вопрос, так, что-то у нас... Если человек не боится поделиться своим мнением... Непонятно. Может, я правильно не расслышал? Я тоже не расслышал как-то что-то у нас со связью. ладно. Если человек боится поделиться своим мнением... Да. Ну, во-первых, это не так и плохо, мне кажется. Потому что количество людей, которые не боятся поделиться своим мнением, оно переросло все разумные границы. Потому что я даже для этого как-то создал такой термин недержание мнения. Люди мало того, что обзаводятся мнением, зачастую по тем вопросам, в которых они еще ничего не понимают. Мне кажется, любой человек должен понимать свою границу и компетентности. Где он на самом деле что-то знает, чтобы иметь свое мнение, а где он высказывает свое мнение только потому, что имеет право его высказывать. Вот тварь одрожающая или право имею. Я думаю, что мы всегда можем задать себе вопрос, достаточно ли у меня информации в данном случае, чтобы иметь свое мнение. Это первое. Если мы все-таки решаем, что его мы можем иметь свое мнение, должно ли оно обязательно быть кому-то высказано. То есть нуждается ли окружающий мир в нашем мнении и какого мы ждем результата от его высказывания. Мы верим, что оно что-то повлияет или приведет к бесконечной очередной длинной сваре, ссоре, скандалу и так далее. Неважно, в социальных сетях или ссоре с людьми, с которыми находишься рядом и так далее. То есть мне это что-то мнение, мне кажется, два вопроса, которые всегда полезны себе задавать. Просеивать через эти самые сито известные, то есть одно из них что принесет, кому-то принесет твое мнение, нужно ли его вообще высказывать и так далее. Но с другой стороны, может быть, не высказывать, а как-то вот осознать реальность, что происходит, может быть, гораздо сложнее, нежели чем просто какие-то делать заявления, потому что внутреннее ощущение, оно не приходит ведь просто так, его надо как-то переосмыслять и на это, может быть, потребуется достаточно много времени. Может задаваться вопросом, откуда внутреннее ощущение, на чем оно основано, на каких-то знаниях, которые достоверны, на каких-то достоверных источниках или на сравнении нескольких источников. То есть, в общем-то, мне кажется, создание своего мнения – это работа. Кроме то есть, какие-то мнения, возвращаясь к психоанализу, то, что Фрейд называл сверх-я, супер-эго, то есть, вещи, которые заложены в нас когда-то очень давно родителями или обществом, как нечто, как набор аксиом. Вот просто так есть и всё. Я думаю, что многие из нас, помню, вырастали с определенной убежденностью, что это просто не требует доказательств. Это правда. В какой-то момент мы понимали, что это совсем не так работает. Так вот, вопрос, когда у тебя есть мнение, хорошо бы задуматься, а откуда оно во мне взялось? Я его выносил, выстрадал, или я его где-то выстрадал, мне кто-то так сказал, и я почему-то решил, что это правда. Я почему-то думал, что это вопрос совести у каждого человека, и вот то, что называется суперэго, это формируется как раз в совесть, ну, в обычном утилитарном таком смысле. Совесть, да, суперэго в расцвет совестью, но опять, люди, которые формируют эти взгляды наши, наши родители, они ведь тоже неидеальны, они ведь тоже неидеальны могут заложить в нас взгляды, которые совершенно не имеют к реальности или в то, в чём мы когда-то будем раскаиваться. Ну, не знаю, если это совсем какие-то радикальные представления, вспомним культурную революцию в Китае, хунвейбинов, которые избивали учителей, профессоров, музыкантов, мы вспомним красных кхмеров в Камбодже, которые подростками просто истребляли людей, потому что им сказали, что это враги, это агенты капитализма и с ними надо разобраться. И ещё много таких ситуаций, когда люди потом взрослее вдруг осознавали, что они делали страшные вещи, просто верив в чё-то мнение. И всё-таки это вопрос воспитания всё-таки получается, да? В большей степени, нежели чем как-то заложенные откуда-то в душе пришедшие из генокода, я не знаю, откуда вот понятия эти, которые определяют нашу вот эту суперэго наше. Суперэго не приводит ни с какого генокода. Суперэго целиком заложено когда-то воспитанием, социумом, семьёй и так далее. И вспоминается тут же такая, на мой взгляд, очень мудрая мысль о том, что не важно, какое у тебя образование, а важно, какое у тебя образование может быть среднему, воспитание должно быть выше. Вот так, правильно. У нас есть ещё один телефонный звоночек, дайте послушаем. Здравствуйте. Вы меня не совсем подогренно поняли. Если человек никогда не сомневается в своей правоте, то что тогда делать? Спасибо. Если человек никогда не сомневается в своей правоте, что тогда делать? На этот раз я понял вопрос. Что делать кому? Если человек никогда не сомневается в своей правоте, что делать ему? Я думаю, что он рано или поздно упрёт в какую-нибудь катастрофическую ситуацию. Потому что отсутствие в своей правоте лишает человека каких-то адаптационных способностей. Он не может понять, что он заблуждается и рано или поздно попадает в тупик. И тогда, наверное, или он что называется учится по-плохому, то есть делает выводы, что раз всё так плохо, наверное, я в чём-то неправ и как-то болезненно осознает свою неправоту. Или он живёт дальше по такому же принципу, проживает свою жизнь героически и повторяет одни и те же ошибки. Если же речь, кто находится рядом с этим человеком, который никогда не сомневается в своей правоте, здесь к сожалению, который не сомневается в правоте, не способен к диалогу. Он не будет разговаривать, он будет только вещать. Он будет осуждать или наказывать с уними, если есть власть, и он просто будет глух к твоим аргументам. Потому что таким человеком близость вряд ли возможно. Бывает, что такие люди оказываются нашими родственниками, и тогда вопрос, насколько мы близки, насколько наше терпение или чувство родства позволяет с ними иметь дело, но изменить их, наверное, очень сложно. Хотя иногда стоит пытаться достучаться, но до определенного предела, потому что биться головой в закрытые толстые ворота совершенно бессмысленное упакованным скобам, как у Высоцкого. Что делать с этим-то синдромом самозванца? Как бороться с ним или пытаться извлечь пользу из этого синдрома? Вот главный вопрос. Во-первых, чтобы с ним что-то делать, для начала надо его осознать. То есть человеку, который постоянно в себе сомневается, но есть несколько критериев, по которым человек может даже сам в себе это распознать. То самое постоянное ощущение себя мошенником и обманщиком, которое всплывает снова и снова, ощущение обесценивания своих достоинств, знаний, умений, навыков и так далее, ощущение постоянное, что окружающие на тебя глядят или сверху вниз, или с осуждением, презрением и так далее, ощущение того, что ты постоянно смотришь на кого-то снизу вверх, думаешь, вот он-то настоящий человек, а ты подделка и еще ряд подобных вещей. Мне кажется, когда человек постоянно от этого страдает, от этого невозможно не страдать, когда это вот в такой радикально запущенной форме. Я знаю людей, которые этим наслаждаются. трудно наслаждаться. Человек в себе это распознает, то, по крайней мере, ему должно хватить, желательно, чтобы хватило, возможности понять, что со мной что-то не так, что-то не так с моей картинкой восприятия мира и картинкой восприятия себя самого в этом мире. Но это история часто не только синдрома самозванца. Люди с депрессией обычно воспринимают этот мир искаженно, в черных цветах. Люди с депрессией часто свойственно заниженная самооценка и тому подобные вещи. Ощущение, что все кругом нормальные и веселые, один я несчастье в этом мире нет ни в нем места. Здесь примерно то же самое. Когда человек осознает такие вещи, по крайней мере, что он все время себя чувствует самозванцем, я думаю, что, во-первых, хотя бы на бытовом уровне, если у человека есть кто-то действительно близкий, этим стоило бы поделиться. Неважно, супруг, супруга, близкий друг, кто угодно, кто по твоему ощущению тебя по-настоящему любит, понимает тебя, даже если можно поговорить об этом, по крайней мере, услышать некое мнение со стороны. Хотя, наверное, человек, считающийся самозванцем, все равно и решит, что это люди, которые щадят его самолюбие и успокаивают. Но, учитывая, что это неприятное состояние, мучительное состояние, оно, правда, не входит в список психических расстройств, оно не является чем-то официально нуждающимся в лечении, но, мне кажется, что человек в такой ситуации, конечно, должен пойти куда-то к психологу или к психотерапевту, даже в этом случае не к психиатру, наверное, кому-то с кем можно это проговорить, услышать и так далее. Некоторые считают, что она должна заниматься так называемой когнитивно-бихверальной терапией, которая учит тебя каким-то навыкам, как просто механически отучить себя от подобных вещей. я лично больше склонен к терапии психоаналитического, психодинамического плана, которая всё-таки позволяет тебе не просто пытаться механически блокировать симптомы, а попытаться заглянуть в истоки, в то, откуда всё это пошло, где это всё берёт начало. И, наверное, как всегда, когда люди приходят на терапию, то, с чем они приходят, это верхушка айсберга. Если человек придёт куда-то с синдромом самозванца, то, очевидно, он начнёт о себе задумываться, почему я такой, где и когда моя самооценка пострадала, почему я стал настолько тревожный и неуверен в себе. С ним пойдёт цепочка достаточно интересных открытий. Ну что ж, тогда остаётся пожелать нашему радиослушателю как-то внимательно заглядываться, прислушиваться к себе. И очень важно в этой истории действительно, чтобы рядом был человек, который мог бы тебя выслушать и поговорить на эту тему. Важно. Поэтому, если у тебя нет такого близкородного человека, наверное, тебе не повредит профессионал. И ещё раз, не всегда, когда ты вдруг в себе сомневаешься, это значит, что у тебя синдром самозванца. Я думаю, всем, но я, например, точно помню на самых разных этапах своей работы, ко мне приходило сомнение. То ли я делаю, не ошибаюсь ли я, не слишком ли я здесь уверен в себе. И, возможно, когда пациент на тебя смотрит с надеждой на чудо, ты думаешь, боже мой, я же не чудотворец. Уходишь в пустыню. Тебе просыпаются, нет, куда ты в пустыню уехать. Хочешь в Латгалю уехать. Да, это проходит, но всё-таки, мне кажется, когда ты можешь себя услышать, проанализировать и понять, что всё-таки то, что ты делаешь, хорошо. Оно может быть лучше, но по большому счёту оно, наверное, хорошо. Если ты всё равно, что бы ты ни делал, и как бы тебя не вслушивался, если приходит ощущение, что всё не так, всё плохо, и я подделка, значит, ты точно нуждаешься в диалоге с кем-то как минимум любящим, а как максимум понимающим. И тогда у тебя есть шансы сохранить все то, что тебе дано, не знаю, от Бога, то, что ты развил в себе и так далее, но наконец-то научиться этим наслаждаться. Это, пожалуй, самое сложное. Но к этому надо стремиться, научиться наслаждаться, удивляться и радоваться, замечать и удивляться, тогда мир будет замечательным и удивительным. Это, по-моему, развить в себе такой навык должен каждый человек. Но если вокруг будут любящие и понимающие люди, то наверняка сделать это будет гораздо проще, нежели чем в одиночестве. Как-то так. Аллилуйя. Спасибо. Ещё раз напомню, что у нас в гостях сегодня был доктор, психотерапевт, я правильно говорю? Ариэль Резник Мартов. До очередных услышаний. Спасибо вам за задержательную беседу. Ариэль Резник Мартов. Спасибо.